Известный писатель Вы можете научиться Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны, денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Привет, Верений! Привет, Рати! Недавно я посмотрел передачу «Всеслава Соло» о бессмертии, и меня заинтересовала тема «Молодость». Как ты думаешь, если мы с тобой её обсудим? Ну, я буду только рад. Я тоже считаю, что эта тема очень актуальна. Интересно. Ну, я стал часто замечать после занятий у Соло на то, что люди говорят, что они произносят. И несмотря на то, что каждый человек стремится быть здоровым, молодым, красивым, успешным, Я часто слышу, как человек произносит, что он уже не так молод, что он уже прожил определённое количество лет, что он разваливается. Я часто слышу у людей антикомплименты в свою сторону. Ну, я думаю, что действительно, если так люди говорят, именно начинают говорить, что они не молодые, или какие-то делают антикомплименты в свою сторону, это неправильно. Потому что уже практически, я думаю, всем известно, как человек думает, так он и живёт. И, соответственно, я бы сказал, что если так человек говорит, значит, он так себе уже и строит свою жизнь. Ну, в принципе, так и получается. Но только весьма странно, человек хочет выглядеть. То есть, вроде бы, как бы с одной стороны он молодится, а с другой стороны себя, собственно, сам и гадит. Причём, когда пытаешься его переубедить, он совершенно не подвластен, он не пытается осознать. Главное, иногда даже пытаешься помочь, чем говоришь, вот, ты красивый, молодой, там, туда-сюда, там, вам ещё хоть плясать. Нет, наоборот, убеждают в обратном. Просто вот, феноменально. Я, честно говоря, вот думаю, эта ситуация и мне знакомая, да. Но я стал замечать, что практически это связано с тем, что люди, прежде всего, они так толком и не поняли, что такое молодость. А, соответственно, они даже не знают, как говорится, что с этой молодостью делать. Вообще, для чего она им нужна. И начинают, как говорится, сами себя же ставят вот такие рамки, когда они начинают говорить, что они не молодые. То есть, они уже, своеобразно, начинают стремиться к не молодости, потому что молодость им неизвестна, что это такое, что с ней делать. Ну, действительно, ну вот, что такое молодость? Человек знает, что вот он родился, он в начале ребёнок, потом становится старше, юноша, девушка, потом ещё старше, там, зрелый возраст, возраст отрочества. Как бы, потом, как говорится, бальзаковский возраст, пожилой и старик. По сути, у человека заведомо всё расписано, ему уже всё расписали, что вот здесь он ребёнок, здесь он старик. И он, в принципе, не может и помыслить, что вот в возрасте, когда он старик, он может почувствовать себя ребёнком. Да, говорят, что мужчина постоянно остаётся ребёнком, но обычно это как бы приписывают какому-то, ну, психологическому аспекту. Но не переписывают возрасту тела. Как правило, человеку всё расписывают, существуют какие-то стереотипы, в которые человек почему-то верит. И совершенно не пытается из них выбраться, хотя, в принципе, на это есть инструменты. Ну, я бы сказал, что это, прежде всего, связано с тем, что, опять же, люди, они так толком даже и не поняли, да, что такое молодость. То есть, не просто молодость физического тела, но и что такое молодость души человека, что такое молодость разума человека. Он может, конечно, говорить, бегать, писать и говорить, что он там молодой, хотя на вид, скажем, он там будет уже, ну, скажем, на порядок немолодым. Но это, как правило, будет только какой-то фрагмент его жизни, но не состояние действительно его молодости. Потому что, если это было бы его состояние молодости, он бы постоянно в этом находился. То есть, думал бы так, жил бы так, чувствовал бы так. И, естественно, его тело бы, оно, ну, мало того, что не состаривалось бы так, да, но оно было бы совершенно в других растяжках, выглядело бы совершенно по-другому. Вот я считаю, в принципе, основная проблема, она вот именно в этом и заключается. Ну, действительно, человек живёт и не задумывается, что такое молодость. Обычно он смотрит на физическое тело. Там, может, за кремом, там, ну, в лучшем случае делает какую-то зарядку, может быть, раз в месяц посещает какие-то процедуры, но вряд ли много людей задумывается о том, что молодость физического тела прежде всего зависит от молодости души и молодости разума. Но что есть молодость души? Что такое душа? Чувства, эмоции. Значит, молодость души – это молодость восприятия, восприятие чувств. Знаешь, я, в принципе, ну, я с тобой согласен, да, действительно, молодость души – это восприятие чувств. Но я вот бы тебе хотел рассказать такой интересный случай, да, относительно молодости. Когда вышла передача соло «Жизнь 1 к 4» или же «Как стать бессмертным», я эту передачу разместил на одном из сообществ. То есть информацию там разместил и поставил, ну, код передачи для того, чтобы можно было её смотреть непосредственно на сайте этого сообщества. И я очень сильно удивился, когда в одном из комментариев прочитал одно единственное слово «Зачем?». И ты знаешь, я тогда задумался и понял, что в действительности, даже когда людям и предлагают, да, и говорят о том, что они могут жить значительно дольше, или же даже вообще, что они могут быть бессмертными, они спрашивают «Зачем?». То есть люди не понимают вообще, для чего им нужна молодость, продолжительность жизни. А за бессмертие, я думаю, в данном случае, в отношении того человека, который этот вопрос задал, ну, можно даже, как говорится, и не говорить для начала. Вот. То есть проблема в том, что люди не понимают, для чего им нужна молодость. То есть прежде всего, я так думаю, что людям нужно понять, что молодость – это не только внешний вид их физического тела, но это, как ты правильно заметил, и молодость души человека. И опять же, не только души, но и молодость разума. Ну, действительно, зачем человеку быть молодым? Ему нужно, значит, поставить какую-то цель, поставить, ну, не просто цель в жизни, а цель, которая будет больше жизни, больше, чем 100 лет. То есть человек должен понимать, а зачем ему жить, положим, не 80, не 90 лет, а 400 лет. Зачем ему быть так долго молодым? Значит, у него должен быть какой-то интерес, какая-то цель, которую он будет реализовать. Но её нужно поставить. Действительно, цель в жизни любого человека, она очень важна. Потому что только тот человек, который имеет цель, он, соответственно, и может иметь устремление. То есть он, получается, имеет то, ради чего ему нужно жить, то, ради чего он будет совершать какие-то свои дела. Поэтому я думаю, что ты в этом, конечно, прав. Обязательно нужна цель. Я бы даже ещё сказал, не только цель, но и ориентир. Ориентир в жизни человека очень важен. Ну, вот сразу возникает такой интересный момент. Должна быть цель. Но цель должна же быть весьма большая перспектива. То есть человек должен суметь поставить эту цель. Значит, у человека должна быть идеология, чтобы поставить эту цель. Чтобы она была действительно за гранью простого представления жизни человека. Я бы сказал, в принципе, да. Для того, чтобы человек стремился к молодости, и вот даже, как передача была сказана, да, чтобы он стремился жить не так, как обычно люди сейчас, пока ещё живут 100 лет, а для того, чтобы как минимум в среднем люди жили лет по 400, а потом даже имели возможность ещё большего увеличения жизни, там 800, 1600 и так далее, да, лет, естественно, им нужна идеология. То есть то, на что они будут опираться. Именно для того, чтобы достигать и жить так долго, да? Тут всплывает вот интересный момент. Но я на какой-то момент переключился. что я представил себе человека, который занимается весьма сложным, ну, каким-то физическим трудом. Ну, профессий весьма много разных. И вот представь, он смотрит эту передачу. Ему говорят, что он будет жить не 80 лет, положим, не 100, а 400. И он понимает, что, вот, понимаем, когда он слушает, что пенсию у него будет теперь не в 60 лет, и он пойдёт отдыхать, условно говоря, в своей тяжёлой работе, а, положим, сколько там, ну, будет 350 ему лет. И с каким кашваром он сейчас будет на нас смотреть, поскольку ему придётся потрачить не 80 лет, ой, не 60 лет, а 350. Получается, ему для того, чтобы захотеть быть молодым, у него должно быть ещё что-то. Что-то, то, что ему поможет изменить своё пространство, окружение, свою среду, и чтобы ему было интересно. Ведь чтобы он мог развиваться в этот момент, чтобы у него что-то менялось. Если он будет просто жить 400 лет, положим, ворочать камни, то я боюсь, он и не захочет. Что ему, по-моему, будет ближе желание скорее откинуться и хотя бы отдохнуть там, чем зачем-то искать молодость. Я, знаешь, как бы сказал вот эти все твои слова. Каждый человек, он прежде всего должен поставить для себя вопрос, для чего вообще человек живёт. Если человек начнёт получать или прикасаться к ответу на этот вопрос, естественно, у него начнёт формироваться вот именно та идеология, про которую ты и сказал. То есть идеология, для чего ему быть молодым. А если уже будет эта идеология, то есть человек даже не будет, как говорится, ставить себе цель в жизни, понимаешь, он не будет ставить такую, как прожить там 300 или 350 лет, или даже в ней 400 лет, но для того, чтобы там дотянуть до пенсии, которая там может у него будет 300 или 350 лет, для него это не будет целью. Получается, он будет ставить для себя совершенно другую цель, понимаешь, жизни. Совершенно другую цель жизни. То есть у него будет идеология для того, чтобы ему быть молодым, для того, чтобы ответить на этот вопрос, для чего он живёт. А тут возникает нюанс, что Соло говорил, зачем нужна жизнь человека. Это для того, чтобы достичь Бога. Вот видишь, в этом примере, когда я тебе рассказал ситуацию, когда я разместил передачу на одном из сайтов, и в комментариях мне написали слово «Зачем?». И я тогда уже задумался, что люди, прежде всего, оказывается, некоторые, вернее, из них, не понимают, для чего им нужна молодость. Давай посмотрим с тобой на этот аспект. Обычную человеческую жизнь, теперешнюю, которая имеет среднюю продолжительность 100 лет. Разложим с тобой на определённые этапы. Скажем, где-то вот до 16 лет, можно назвать этот период детством человека. Потом где-то уже лет до 25, возможно, даже 30, то есть от 16 где-то до 25-30 лет, считается, ну, скажем, такой сочная такая вот молодость, период сочной молодости. Уже потом дальше, ну, даже если молодость, ну, это уже какая-то такая молодость, скажем, ну, зрелая молодость, да, человек уже, как правило, имеет работу, многие уже имеют семью, то есть где-то 25-30 лет, ну, и, скажем, там, лет до 45, да, ну, скажем, назовём период зрелой молодости такой. Вот. Ну, а дальше там уже получается период, вот, я бы даже не знаю, как там сказать, ну, это ещё не старость, естественно, ну... Живой. Да, человек уже начинает где-то там лет 45-50, ну, считают его уже такой человек уже там с каким-то опытом жизни, то есть уже как бы и не молодой, да, но ещё и не старый. Ну, вот, скажем, там, от 50 будем считать там где-то лет до 65, вот. А лет уже 65, там, или 70, уже вот там считают, как правило, уже человеком старым, да, ну, будем говорить, как оно есть. Вот. То есть, к чему я веду? Если взять и говорить за период вот такой вот какой-то сочной молодости, да, от 16 получается где-то до 25-30 лет, ну, грубо это лет, там, получается, 10, там, 14-15. Это очень маленький период. То есть, что человек действительно может успеть за такой короткий период? Ну, очень мало, да? Я думаю, мало кому удаётся сделать какие-то серьёзные открытия или где-то очень серьёзно в какой-то области знаний, достижений, реализации, желаний продвинуться. Согласен ты со мной? Да. И, соответственно, да, если это настолько маленький период, будем даже брать, вот, как мы с тобой говорили по максимуму, даже, там, 14 лет, да? 14 лет, то есть, от 16 до 30. Ну, человек практически ничего не успеет сделать. А если бы даже вот этот вот период, как говорится, сочной молодости уже умножить хотя бы на 4, при жизни 1 к 4, это уже получается где-то, сколько у нас, так, это получается 56 лет. То есть, по, как бы, новому, да, по новому измерению продолжительности жизни молодость, именно такая красочная, полноценная молодость, должна где-то длиться, ну, минимум, где-то 56 лет. То есть, замечаешь, какая разница, да? 14 лет и 56. То есть, сколько человек может успеть сделать за 56 лет? Ну, в принципе, может успеть сделать много открытий, если он будет ученым, либо достигнет чего-то и в музыкальной, и в артистической сфере. Может даже чему-то научиться, и при желании даже переучиться, если нужно. В принципе, за 56 лет иногда это бывает целая жизнь человека, по нашим меркам зачастую. В принципе, может успеть очень много. Ну, вот я с тобой абсолютно согласен. Действительно, даже для многих это можно сказать, это вообще даже как целая жизнь, да? А это я же с тобой, вот, как говорится, для примера заговорил только о периоде такой вот сочной молодости, да? А получается, есть же еще и зрелая эта молодость, ну, о которой мы говорили, там, от 30, скажем, до 35. То есть, еще получается прибавление в 60 лет. То есть, громадный промежуток уже жизни. У человека даже при жизни 1 к 4, получается, период молодости, он уже может выйти за пределы 100 лет. Понимаешь, сколько человек может успеть за этот период? То есть, громадное количество может реализовать желаний, познаний, открытий. То есть, это возможности человека. Поэтому я считаю, вот даже вот ставить такой вопрос, зачем, зачем жить долго, зачем жить молодым, да, и в состоянии молодости, ну, это может задать только тот человек, который не понимает вообще, для чего он живет, да, или не имеет такой цели. как бы человеку никто не объясняет, какова его цель, и зачем ему жить. Только, ну, какое-то количество людей задается этим вопросом, зачем. Но еще и часть из которых задается этим вопросом, не каждый еще отвечает, получает ответ на данный вопрос. Поэтому это проблема образования, и, может быть, в школе нужно учить чему-то другому, а не просто забивать людям головы зачастую ненужными знаниями, которые, кстати говоря, сокращают, собственно, время молодости, поскольку разум забивается, как компьютер, и зачастую знания просто ненужные, которые человек никуда не использует, они и не отработаны, и как забитая память компьютера. Процессор просто начинает медленнее работать. И хотелось бы, как бы, отметить такой аспект молодости, как место, куда набирать новые знания, чтобы человеку было что-то интересно, он стремился к чему-то, что-то узнать новое, у него должно быть место, свободные гигабайты, но если их нет, они забиты непонятно чем, то ему и некуда это класть. Поэтому и в старости у человека нет желания узнать что-то новое. Ему просто некуда. Вот действительно, ты сейчас сказал за достаточно такой интересный аспект, что в школе детям начинают сознание забивать множеством ненужных знаний. и дети уже получается, чем больше они приняли таких вот ненужных знаний, они быстрее стареют, у них, как говорится, скорость обработки информации, она значительно уменьшается. То есть, говоря другими словами, уже с самых ранних лет у ребенка начинают забирать молодость. И, понимаешь, здесь возникает такой достаточно интересный аспект. То есть, мы с тобой говорили, что фактически у нас сейчас можно характеризовать такой вот сочный период молодости, это лет 14, то есть от 16 до 30 лет. Но, получается, и эти границы, их можно раздвигать, то есть увеличивать. Я просто еще задумался с позиции вот ребенка. Увеличивать молодость. Здесь изникает такое, что мало того, что ребенок идет в школу, и учителя зачастую пожилого возраста, которые, собственно, его молодостью по сути и питаются. То есть, они в какой-то степени завидуют, что молодость ребенка. Но только у ребенка есть еще бабушка с дедушкой, и родители, собственно, которые осознают, что молодыми они уже не будут. И в какой-то степени вампирят ребенка. Поэтому здесь должна быть идеология, которая будет у всех, кто будет находиться в единой идеологии, собственно, как Солой говорит, эра нового сознания, которая будет объединена единой идеологией. Иначе возникает такой момент, что человеку приходится бороться за свою молодость. Ему постоянно либо приходится защищаться, либо использовать какие-то инструменты, но все равно, которые его защищают, по сути. Раций, а давай мы с тобой подумаем на такой еще вот аспект, я считаю, очень важный, да? А зачем вообще человеку, любому человеку, нужна молодость? Ну, уже к тебе прилетел вопрос, а зачем? Вот действительно, вот как понять, вот зачем действительно быть молодым? Ну, а как вот это вот объяснить? Ну, вот зачем цель поставить? Ну, у человека должно быть еще и желание поставить эту цель. И зачем ему ее ставить? И вот он должен вообще оказаться в таких рамках, чтобы он ее и поставил, и хотел ее достигать. И вообще было бы желание достигать эту цель. Если ставить вот эту, как бы общую цель для человека, стать единым, и стать единым с Богом, вообще познать Бога. Если как бы я буду подходить не к людям, которые занимаются какими-то практиками, а просто вот случайно. Я боюсь, что глаза будут вот такие вот квадратные. Парень, ты чего? Как бы... Тут, мне кажется, надо как-то увязать с идеологией. Увязать вообще понимание человеческой жизни. Я же вот именно этот аспект и говорил, что именно для того, чтобы человек понял, для чего ему нужно быть молодым, он прежде всего должен понять, что молодость ему нужна для того, чтобы познавать себя, понимаешь? Познавать себя, познавать этот мир. То есть, свое место в этом мире. А зачем? А хочет он его познавать? Ну да. То есть... А чего он живет, получается? Ты понимаешь, что он делает? А зачем он живет? Он и не знает, зачем он живет. И, возможно, и не хочет узнать, зачем он живет. В том-то и дело. Каждому свое. И тот человек, для которого является важным прожить 400 лет, важным является молодость, его тело физического, души, разума. Только такой человек и сможет жить больше. В новый параллельный мир, в котором будет жизнь один к четырем, опять же, как говорилось в передаче, там же, получается, не каждый человек перейдет, да? Да. А почему не каждый человек перейдет? Получается, потому, что не у каждого человека будет стремление перейти, вообще-то, в новый параллельный мир, то есть, в новую эру. Не будет идеологии соответствующей. Потому, что без идеологии человек перейти в новый параллельный мир и жить не 100 лет, а 400, он просто-напросто не сможет. Получается, да? Все упирается в идеологию. Да, все упирается в идеологию. Молодость дает возможности реализовать значительно большее количество желаний. Опять же, там, пожить не в одной какой-то стране, а, возможно, в разных странах. Пожить не с одним человеком, а с разными, там, людьми, да? То есть, соответственно, иметь значительно большее опыт жизни. Желаний человек сможет реализовать значительно большее количество. Играний какие-то в этих желаниях познавать различные. То есть, у человека получается, молодость и продолжительность жизнью, она напрямую связана с его возможностями, с возможностями его познания. И, соответственно, чем больше человек хочет познать, тем более продолжительной ему необходима жизнь. Ну, в общем-то, да, действительно, за 400 лет можно успеть обучиться многим профессиям и попробовать себя и в той профессии, и в этой. А так, получается, по жизни учишься на одну профессию для того, чтобы освоить её, потом набираешься опыта, ну и какое-то время ещё работаешь, пожинаешь плоды. А здесь действительно можно поработать там, потом поучиться другому, поработать ещё в чём-то. В принципе, да, действительно. Вот представь себе такую ситуацию, которая вот сейчас, кстати, вот в моих там знакомых, очень многих, да, встречается. Человек, скажем, закончил юридическое образование, но ведь не факт, что когда человек пойдёт и будет работать юристом, ему эта профессия понравится, да? Ну, ты понимаешь, если он, скажем, отторабанил, там, отторабанил 5 или 6 лет в высшем учебном заведении, получил эту профессию и начал работать в этой сфере какое-то определённое количество лет, и потом он только вдруг понял, что ему не подходит эта профессия, а ему же там лет 30-35, да? Ну, кто-то, возможно, и решится пойти опять там заново на заочное и обучаться другой профессии. Но опять же нет гарантии, что он обучится другой профессии, и ему эта профессия понравится. Понимаешь, человек очень сильно ограничен во времени, то есть его возможности даже, как говорится, найти себя в этом мире, они ограничены. А если человек там живёт лет 400, он, естественно, может получить одно образование, поработать там лет 10-15, да? Не понравилось ему получить там второе образование, какой-то период поработать. Не понравилось, или же понравилось, но захотел, да, там ещё что-то познать. Третье образование поработал, четвёртое образование какое-то время поработал, и тут вдруг он может себя найти, да? Ну, получается, опыт, который он получит за это время, он у него будет громадный. И он ничего не будет забывать, то есть его инкарнация не прекращается, вот. А весь этот опыт у него будет, как говорится, собран в едином, ну, в едином его каком-то порыве знаний, возможностей, и он может его применять. Это же, получается, напрямую зависит и счастье человека, ведь, да, если человек не нашёл себя в жизни, а не нашёл потому, что ему не хватило времени, так получается, этот человек всю свою жизнь, он живёт несчастным. Вот, опять же, почему нужна значительно большая продолжительность жизни. Для того, чтобы человек, мало того, чтобы успел найти себя, но и чтобы он, именно в том, в чём он себя нашёл, смог реализовать. Да, Велиня, я с тобой полностью согласен. Что человеку очень важно реализовать себя, в противном случае, если человек не реализован, то он будет несчастьем. Это да. И получается, видишь, опять же, всё замкнуто и всё зависит друг от друга, да? Если человек несчастен, естественно, он не захочет жить, да? Не захочет жить долго. А прежде всего, не захочет жить долго, потому что, ну, именно я, как бы сказал, сейчас обычно, ну, те люди, которые живут там 100 лет, они не захочет жить долго, потому что они понимают, что у них не хватит времени получить новое образование и не хватит времени найти себя, да? А тот человек, который нашёл себя, естественно, он захочет жить не то, что 400 лет, я думаю, он захочет жить 800 лет и 1600 лет, и он будет все совершенствовать, совершенствовать, и ещё раз, и дальше совершенствовать. Понимаешь? Вот это вот важно. Новые отношения познавать. То есть ему будет всё интересно, у него будет стержень, получается, стержень именно того, в чём он себя нашёл, на который он всё будет нанизывать. Будет нанизывать и свою работу, будет нанизывать семейные счастья, будет нанизывать счастье познания. То есть это получается, именно вот это вот его индивидуальность, через которую он будет видеть весь мир. и он будет интересен другим людям. А когда он так начнёт жить в среде, когда так будут жить уже все люди, это же вообще будет насколько интересно жить. То есть получится, вокруг будут жить индивидуальности, неповторимости. Люди, которые счастливы, которые нашли себя в этом мире. Ну, действительно, ребёнок, когда рождается, он, в принципе, ощущает себя свободно. То есть он может, свобода выбора, он может взять любую профессию, и он волен изучать, в принципе, изучать всё. То есть есть такой полёт познания. Вот в более позднем возрасте уже накладывается налёт какой-то усталости, может быть, усталости от жизни, когда человек сталкивается с какими-то проблемами, и, может быть, этот налёт усталости и является проблемой к тому, что человек не хочет жить дольше, потому что он не знает, как избавиться от этой усталости. Постоянная невыспанность, может быть, какое-то недоедание, может быть, ещё что-то, просто изнеможение. Это вот этот налёт усталости совершенно не равнозначен тому, что человек может испытывать в детстве, когда он абсолютно всё может. Человеку необходимо научиться сбрасывать этот налёт усталости, избавляться от него, и тогда он действительно будет молод. вот как только научиться это делать. И здесь возникает, естественно, логический вопрос, как вот эту вот усталость жизни убрать, для того, чтобы возникала необходимость, устремлённость жить. Я бы сказал так, что любая усталость у человека в жизни, она связана с тем, что человек, он, получается, весь свой жизненный опыт не собирает воедино, а он у него весь раскиданный. То есть там кусочек какого-то опыта, там кусочек опыта. Получается, он не имеет ни идеи жизни, не имеет ни соответствующих целей жизни, а, соответственно, ему некуда стремиться, некуда собирать вот это вот всё, некуда обрабатывать всё выводы жизненные. То есть человек не занят познанием себя, не занят тем, что он ищет свою индивидуальность, а просто занимается наработкой каких-то определённых аспектов жизни, но воедино их не собирает. Ведь даже мудрецы говорили, да, что есть время раскидывать камни, и есть время камни собирать. Так вот, я так думаю, что если человек только раскидал камни и не собирается их собирать в одну кучу, естественно, у него возникает усталость, чем больше этих камней раскидано. Но когда он начинает их собирать в кучу, эта усталость проходит. У него появляется устремление, и у него опять же есть эта цель, это всё собрать, объединить. И тогда ему, именно в этот момент, ему нужна будет и продолжительность жизни, не только 400 лет, но и 800, как я говорил, и 1600, и больше. То есть то, что было именно озвучено в передаче «Все слава Солу», вплоть до состояния бессмертия. Тогда это всё получается обоснованно. Ну что же, получается, молодость — это свобода, свобода восприятия, свобода движения, свобода движения, свобода познания. То есть человек свободен во всём. У него есть свобода воли, он может под действием своей воли изменить свою ситуацию в жизни, если она ему не очень нравится. Это полёт фантазии. То есть человек волен делать то, что он хочет, и плюс к тому, если он уже прожил какой-то промежуток времени, у него есть мудрость, которую он может использовать. И хорошо, если у него есть выводы. Делая выводы, человек может освобождаться от налёта усталости, как ты правильно сказала. Что же, спасибо тебе за интересную беседу, за то, что помог разобраться в некоторых аспектах, которые я до этого не понимал. Спасибо. И тебе спасибо. Тоже мне помог разобраться во множестве аспектов. Ну, я надеюсь, что мы с тобой ещё пообщаемся на множество других интересных тем. Ну, а на сегодня пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok